Магнитский серьезный математик, не пропустите в семинаре 10 минут, с времени 2 часа он говорит о разговоре с Пригожиным, отвечает как пришел к модели, почему релятивизм и большая часть кванта меха, это временные заплатки на линейных уравнениях начала прошлого века, они являются частными случаями его более общих нелинейных уравнений. Он утверждает, что природа настроена сложнее, но везде детерминизм, не нужен статический подход, и нет дуализма волна-частица, есть только волны в среде носителя материального. В принципе, человек выступал, который мне присылает сообщение, выступал за объединение, как он видит, здравомыслящей части научного сообщества в борьбе против доминирования вот этого релятивистского фактора. И Владимир, пребывая в таком настроении, что эфир все-таки существует, возможно, какие-то формы эфира, и время от времени он присылает различные версии трактовок эфира, которые, как я понимаю, ему кажутся состоятельными. То, что трактовки эфира все без исключения, какие только более-менее связанную основу имеют, не являются состоятельными, они невозможны в нашем физическом мире. Мы показывали на примерах, и это все у нас свелось к очень замечательному фильму, называется эфир, где подробно шаг за шагом описано, почему дискретная форма эфира, а эфир это у нас дискретная материя, не являются состоятельными. Мы показывали это шаг за шагом. Все недискретные формы эфира, фантастические, пространственные и так далее, кристаллические, сами по себе уже являются несостоятельными, поскольку пространство у нас не является вещественным материальным объектом. То есть можно посмотреть фильм и понять, что эфир невозможен. И вот мы получаем в очередной раз версии с агитацией за эфир. Давайте попробуем глянуть, что там есть, о чем или не о чем. Один час пятьдесят девять минут тридцать одна секунда. Он состоит. Вот так и пространство тоже. То есть нет никакой загадки времени. Я об этом там говорил. А вообще, конечно, надо изучать. Я лично хочу достать эту книжку, ее скрупулезно изучить, понять и предпосылки, понять математик, какая там есть. И наверняка это будет очень затворным занятием. Спасибо, Николай Александрович. Спасибо. Николай Александрович, а вы можете что-нибудь по единогласному такому... Как сказать, обращение к вам со стороны участников и членов нашего... Очень... В смысле, хорошее. Отзывы. Обраты теории. Ну, единственное, что Марков еще добавит, что по поводу нелинейности и по поводу сложности. Вот я там сказал, что все-таки мир по сегодняшнице устроено намного сложнее, чем мы даже сейчас думаем. И, значит... Почему? Потому что... Вот откуда вообще взялись вот эти все глухие теории, там, теория относительности, там, квантовникальник и так далее? Они все линейные. То есть они все были созданы на вершине той математики, которая существовала в начале прошлого века. То есть это как раз Гильбердово пространство, там, Баннахово пространство, так сказать... В общем, ничего другого... Это опять же все линейные пространства, так сказать... Ничего другого не было интересного, так сказать... Ну, в смысле, сложного. Поэтому, так сказать, на этом все было основано. А сейчас это просто, не знаю, мы все это рассматривать как описание, значит, природы по сравнению с Шредингом. Ну, это просто смешно. Например, вот я как пример привожу, так сказать... Вот не такие сложные процессы, например, физические. Значит, турбулентность, например, или уравнение, так сказать... Значит, это... Гинсбург-Ландау описывающая, вроде бы там сверхпроводилось. Ну, вроде бы... Ну, с одной стороны они сложные, там, считается физики. А на самом деле, так сказать, ну, вроде бы уравнение в частных производных, там, всего-навсего. А вот, что там стоит? Вот, значит, если там... Читаете, кто интересуется вот нашими, значит, работами? То есть там даже турбулентность взять, уравнение на объездокса. Она же описывает реальные процессы, так сказать, реальные в гидродинамике, в газодинамике. И там, получается, каскады бифуркаций, любые какие угодно. Значит, вы можете взять любые каскады бифуркаций, сказать, там и, значит, субгармонические каскады Шарковского, и гомоклинические каскады, которые у меня там впервые, там, в работах развиты. Значит, и... Две минуты пока просто оговорильное, попробую перелеснуть там немножко. Два часа пять минут, двадцать четыре секунды. Пытаться воссоздать то, что было. Хотя вместо того, чтобы просто взять и вазу изучать, что она из себя представляет. Нет, вазу не изучают, а разбивают ее на миллион кусочков, мельчайших, и потом кусочки изучают, и, вроде бы, это должно привести к какому-то результату. Не приведет. Спасибо. Игорь. Огромное спасибо за очень интересный доклад. Вот такой маленький вопросик. Вот ваша модель эфира, она такая вот, типа решетка такой. Это для того, чтобы преодолеть известные противоречия, которая менялась в теории эфира, что там волны не могут быть продольные, а тут поперечные. Вот. А если продольные, то это значит твердое тело должно быть. А как же это может быть твердым телом, если сквозь него планеты там летают, да? Из-за этого вот такая модель, да? Нет, ну первое дело было установлено, что он должен быть неподвижным. Потому что если он движется, то тогда все вытекает. То есть Роу вылезает за знак интеграла, просто чисто математически, и все вообще ничего не сделать. Я вот еще раз повторю, что я уверен, что во всех моделях, где эфир течет каким-то образом, то не удастся никогда получить материальные объекты. Делать математически. Ну на пальцах можно там, на рисуночке можно нарисовать, а математически ничего получить уравнением не удастся. Значит, первый был неподвижный. Кстати, эфир неподвижен был и у Лоренсон, тот считал, что эфир неподвижный. Но с другой стороны, если он просто неподвижный, то как из него материю создать? Значит, он должен быть неподвижный, но, тем не менее, немножко колебаться должен. Создавать любые волны. Вот и все, вот так это пришло к этому. Отсюда следует, что и мы все являемся волнами. То есть, на самом деле, раньше у нас было, что есть частицы, есть волны. Потом, значит, пришли к поводу, что могут быть и частицы, и волны одновременно. Вот я сейчас говорю о том, что никаких частиц в принципе нет, есть только волны. Волны волновые объекты. Ну, судя по комментариям, это модель эфира. Решетка некая в пространстве, нематериальная. И есть только волны. Нет частиц, нет полей получается. Или есть поля, но это уже не принципиально. У него получается просто кристаллическая решетка из волн. Модель невозможна, она, ну, невозможно построить нашу Вселенную таким образом. Невозможно. И, в принципе, вот это не является научным продуктом в смысле, опять же, не получилось вроде сосредоточиться. Волна сама без материального носителя она не может существовать. Для волны нужна материя. Вот волна без материи – это несуществующий объект. Вот если у вас есть вода, то, например, на ее поверхности вы можете волну запустить, да? Это будет волна. Это колебание какого-то объекта дает вам представление о волне, то, что вы называете волной. Вы можете другие волны запустить по тому же вещественному объекту. Любые колебания внутри тоже будут являться волной. Но вот взять волну и вытащить из объекта, из материального, вы не можете. Выдернуть из стола волны не можете. Из воды волны не можете выдернуть. И сплести из этих волн что-то. Это вы переходите на абстрактное понимание. А из абстракции реальный объект невозможно создать и невозможно передавать воздействие абстрактным объектам, не существующие. Вот волна как объект какой-то материальный, она не существует. Это колебание реальных объектов, передаваемое через пространство, через поле. Это колебание реальных объектов. И мы получаем представление о волне посредством косвенного получения сигнала на других объектах. Получаем сигнал, фиксируем его в своем понимании, что да, имеет место волна. Но в адекватном подходе надо просто помнить и понимать, что волна это колебание какого-то материального носителя, передаваемое дальше, посредством таким-то, таким-то, либо таким-то. Например, посредством поля, передаваемое колебание. Допустим, есть колебание основной массы объектов, и оно наводится на следующий объект, разнесенный в сторону, отстающий, посредством поля. А самих волн, как таковых, не существует и теории, оторванная от элементарной, не имеющие, имеющие путаницу на уровне исходной аксиоматики. Это, ну, не научная теория. Дальше нет никакого, нет никакого смысла в усугублении математики. Вот раньше была линейная, сейчас такая-то, мы развились. Математика здесь ничего не добавляет. Чем проще инструмент, математика – это инструмент описания. Чем проще инструмент, тем он, как правило, корректнее. И искать корень математики вообще бессмысленно. Математика получается просто инструмент для описания конкретной модели, которая должна максимальным образом соответствовать реальному физическому миру. В данном случае мы здесь видим схему невозможную в нашем реальном мире. Если что-то есть более интересное, сообщайте. Ну, это не является научным продуктом. С вами был Виктор Катюсик, телеканал «Научный трибунал». Виктор Катюсик